Еще один интересный момент заключается в том, что у исторической ереси модализма было другое название, еще одно название. Это название звучало как «патрипассианство». Почему такое название было? Потому что модалисты считали, что раз отец и сын – это одна и та же личность, значит, на кресте пострадал не только сын, но и отец. Отец с сыном вместе страдали на кресте за наши грехи. Уитнес-Ли в точности придерживается такой точки зрения. Но сначала небольшое пояснение по поводу того, во что верили первоначальные модалисты. Филипп Шаф, замечательный церковный историк, пишет об этом так. Второй тип монархиан, которых Тертулиан называл «патрипассианами», не считали Христа независимой личностью и воспринимали как растворенного в сущности Отца. Они учили, что единственный Всевышний Бог по собственной свободной воле посредством акта самоограничения стали человеком, что сын есть отец, явленный во плоти. Они не знали другого Бога, кроме явленного во Христе, и обвиняли своих оппонентов в двоебожии. Проксей, один из проповедников сувельянства, постоянно опиравшийся на несколько библейских стихов так, как будто вся Библия состояла из трех этих отрывков, учил, что сам отец стал человеком, испытывал голод, жажду, страдал и умер во Христе. Справедливости ради, надо сказать, что его слова не следует понимать, как относящиеся к непосредственному страданию отца, но только к состраданию отца-сына. Однако в любом случае Проксей не считал сына независимой личностью, он воспринимал отношения отца и сына как отношения духа и плоти. Одна и та же личность, как дух, есть отец, как плоть, она же сын. Он считал католическое, то есть вселенское христианское учение, трое божие. Уитнес-Ли зашел в своих взглядах гораздо дальше, чем Наэт, Проксей и Савелий. Он объявил Христа не только воплощением отца, но и воплощением всего триединого бога, отца, сына и святого духа. То есть, если патри-пассиане говорили о том, что на кресте с сыном пострадал отец, Уитнес-Ли говорит, что на кресте с сыном пострадал и отец, и святой дух. Все было вместе. Вот что он пишет об этом. Он говорит, что триединый бог, сын с отцом и посредством духа, умер и пролил свою кровь за грешников в плоти человечества Иисуса. Еще одна цитата. Отец послал сына, и сын сказал, что пославший его был с ним. Таким образом, воплощение сына – это также воплощение отца. Послав сына, отец не остался на небесах. Когда сын вошел в утробу Марии, отец был с ним. Смерть Христа была не только смертью человека Иисуса, но и смертью сына с отцом посредством духа. Ну и последняя цитата. За нас умер не просто Иисус Христос. За нас умер весь триединый бог в человеческой плоти. То есть, даже в этом отношении учение по местной церкви, оно не просто тождественно старому древнему модализму. Оно еще больше, еще дальше заходит в проповеди модализма, чем модалиста II-III века н.э. Ну и такое очень важное понятие, которое нам необходимо рассмотреть для того, чтобы понять учение по местной церкви. Учение, в которое мы не будем вдаваться очень подробно. Это скорее тема для систематического богословия, нежели для наших лекций. Но буквально несколько слов сказать об этом нужно. Это понятие называется перихорезис или по-латински циркуминцессио. Перихорезис или циркуминцессио. Слово перихорезис в греческом языке обозначало некий танец, когда люди, взявшись за руки, танцуют по кругу. То есть, они как хоровод по-русски. Слово перихорезис в богословии очень просто, примитивно говоря, обозначает, что в Библии есть указание на то, что Отец, Сын и Дух Святой, будучи разными личностями, при этом в какой-то непостижимой мере и особенности, присутствуют друг в друге. Помните, Господь говорил, я в Отце и Отец во мне. Да, видевший меня, видел Отца. То есть, какая-то степень природного общения между ними, непостижимая для нас, она все равно существует. И поэтому в христианском учении время от времени вот эта вот идея перихорезиса или идея циркуминцессио в латинском варианте, она постоянно присутствует. Но христиане всегда четко понимали, что речь идет именно об отношениях трех различимых отдельных лиц Троица. Отец, Сын и Дух Святой. И поэтому, если бы Витнес-Лик говорил именно о христианском взаимоприсутствии лиц Троица, тогда не было бы, наверное, особых проблем. Но в его изложении это выглядит как одна личность, которая сама в себе взаимоприсутствует. То есть, перихорезис, циркуминцессио в изложении Витнес-Лик доведен до абсолютной крайности. В его положении Отец и Сын и Дух Святой настолько присутствуют друг в друге, что фактически неотличимы друг от друга, а не просто слито в одно целое. Петр, напомнил, а я как бы задам этот вопрос. Тогда как же они относятся к тексту, когда Христос на кресте говорит «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Честно говоря, я задрудняюсь ответить на ваш вопрос. У Витнес-Лик слишком большой корпус его сочинения, и комментарий на этот конкретный стих я не читал. Но из того отрывка, который мы с вами читали из его сочинений, когда он рассматривает другой пример подобного события – молитв в Гефсиманском саду. Он говорит, что отец слушающий – это сын, который молится. То есть, это одна и та же личность. И поэтому в данном случае, я думаю, что это толкование применимо и к этому месту. То есть, отец оставивший – это сын оставленный. Это одна и та же божественная личность. Хотя, опять же, для меня это толкование выглядит абсолютно неразумным. Но, тем не менее, тут как бы получается такая штука, что вообще модализм – это не очень логическое, не очень разумное течение в богословии. Но оно еще вдобавок накладывается на восточный образ мышления у Витнеса Ли, и поэтому результаты получаются достаточно непредсказуемы. Для него это почему-то казалось совершенно разумным и приемлемым. Значит, основным аргументом поместной церкви против обвинений в модализме является то, что в отличие от классических модалистов, то есть от Савелия на этой ипроксея, они верят, что отец, сын и святой дух вечно сосуществуют, а не сменяют друг друга. То есть, если изначально модалисты говорили, что сначала был отец, потом он же стал сыном, а потом он же стал духом, то поместная церковь совершенно необъяснимым, непостижимым образом говорит о том, что в каждый момент существования одна и та же божественная личность была и отцом, и сыном, и святым духом. То есть, когда Бог створил вселенную, он одновременно был и сыном, и святым духом. Когда Бог как сын пришел на землю и умер за нас, он одновременно был и отцом, и сыном. И когда он теперь уже воскресший и входя в нас является пневматическим Христом или духом, он одновременно является и отцом, и сыном. И на этом основании они говорят о том, что их нельзя называть модалистами. Но разница на самом деле чисто косметическая. Потому что главным для понятия модализма всегда был не вопрос о том, когда существовали разные вот эти модусы или маски божества, а о том, сколько личностей в божестве. Если мы говорим, что есть только одна божественная личность, это по определению автоматически является модализмом, независимо от того, как человек объясняет нюансы этого понятия. Вот как они сами пишут об этом. В Библии нигде не говорится, что сначала какое-то время существовал отец, а затем отец стал сыном, и отец перестал существовать. Точно так же нигде не говорится, что спустя какое-то время сын, став духом, прекратил свое существование. Это ошибочное учение, это ересь, а она называется модализм. Но, как я уже сказал, модализм заключается не в этом. Это просто такая хитрая уловка для того, чтобы переложить вину на других людей. На самом деле, суть модализма была в том, что модалисты отрицали различия между личностями триединого Бога. Они говорили, что отец и на дух святой – это три различия по времени, по проявлениям, но не личностное различие. И именно об этом как раз поместная церковь говорит очень ясно о том, что есть только одна божественная личность. Пожалуй, единственным отличием модализма от классического, является вот эта вера в то, что в каждый момент времени одна и та же божественная личность была триединой – отец, сын и святой дух. Но, как я уже сказал, это чисто косметическое отличие, которое принципиально ничего не меняется. Вот как Витнес Ли об этом пишет. «Нам нужно быть людьми, наслаждающимися отцом, как источником Троицы. Он существует в трех направлениях. Он над всеми, через всех и во всех. Это означает, что отец триедин. Фактически, отец над всеми, сын через всех, а дух во всех. Это показывает, что триединый Бог воплощен в отце, который также над всеми, через всех и во всех». Следующая цитата. Эти основные стихи показывают, что воплощение было не только воплощением сына, но и воплощением отца и духа. Вся божественная Троица воплотилась. Рождение Иисуса было рождением триединого Бога. Он был законченным Богом и совершенным человеком, то есть триединым Бога-человеком. Он был воплощенным триединым Богом – отцом, сыном и духом. Это воплощение было воплощением отца, сына и святого духа. Спаситель, в которого мы верим и которого мы приняли, это чудесный триединый Бога-человек. Ну и третья цитата по поводу святого духа. «Теперь дух – это не только средоточие отца и сына, но также завершенность суммы и совокупность завершенного приготовленного триединого Бога». То есть отец – триединый, сын – триединый и дух святой – тоже триединый. Историческое понимание учения о перихорезисе очень хорошо сформулировал профессор исторического богословия Оксфордского университета Алистер Макград. Пишет он об этом следующим образом. Этот греческий термин, который часто встречается в латинской версии циркуминцессию или русской – взаимопроникновение формах, стал общепринятым в VI веке. Он указывает на то, что три личности – троицы, связанные друг с другом. Концепция взаимопроникновения позволяет сохранить индивидуальность лиц троицы, утверждая в то же время, что каждая личность участвует в жизни двух других. Для выражения этой идеи часто используется образ общности бытия, в котором каждая личность, сохраняя свою индивидуальность, проникает в другие и, в свою очередь, проникается им. Здесь очень важно обратить внимание на ключевой момент. В ортодоксальном христианском учении о перихорезисе каждая божественная личность сохраняет свою индивидуальность. Отец остается отцом, сын остается сыном, дух святой остается духом святым. Это очень ясно подчеркивал православный богослов Иоанн Дамаскин, в трудах которого мы находим первое последовательное изложение самой идеи перихорезиса. Он писал об этом так. «И в отношении к неописуемому божеству мы не можем говорить ни о местном расстоянии, как в отношении к нам, потому что в ипостасе находятся одна в другой, не сливаясь, впрочем, но соединяясь, по слову Господа, сказавшего «ас в отце» и «отец во мне», ни о различении хотения или мысли, или действия, или сил, или чего другого, что производит в нас действительное и совершенное разделение. «Потому об отце, сыне и святом духе говорим не как о трех богах, но вернее как об едином боге, святой троице, так как сын и дух возводятся к одному виновнику, но не слагаются и не сливаются, как сливал Савелий, ибо они соединяются, как мы говорили, не сливаясь, но совокупно друг с другом, пребывая и друг друга проникая без всякого смешения и слияния, и так, что не существует один вне другого, ибо не разделяются сущности, согласно Ариеву разделению, «Ибо, чтобы сказать кратко, божество нераздельно в разделенном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг к другу примыкающих, и никаким расстоянием не разделяемых одно и смешение света и сияния». Немножко сложный язык, сложно воспринимается на слух, но идея как раз такая, вот если, хорошая очень картина, да, если мы зажжем с вами три лампочки, они останутся три лампочки, но их свет и сияние невозможно будет отделить одно от другого. Вот точно так же и бытие Отца, Сына и Святого Духа, хотя они являются тремя отличными друг от друга личностями, оно неразделимо, их невозможно отделить одного от другого. Да, бытие Бога, его сущность, она одна, поэтому мы говорим, что есть один Бог, но есть три личности, да, в непостижимом чудесном единстве. В богословии же по местной церкви, напротив, идея перихорезиса доводится до абсолютной крайности. По словам Уитнеса Ли, Отец, Сын и Дух Святой не просто тождественны друг другу, но являются одной и той же тройной личностью. Иначе говоря, Отец, Сын и Дух Святой, о которых говорит Уитнес Ли, это не три из вечно существующих божественной ипостаси, но некие вечно существующие различимые проявления одной и той же личностью. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com «Молитва и финансами» «Молитва и финансами»